Всем привет, друзья! Это уже четвертая серия из рубрики Android LiveBest, где я рассказываю какие-то тонкости, либо особенности операционной системы Android. Конкретно в этой серии мы поговорим про АПК файлы и меню разработчика, что такое АПК файлы, где их найти, зачем они нужны, а также меню разработчика, как его активировать и какие полезные настройки можно там найти. В общем-то давайте начинать. И как обычно… Итак, начнем с АПК файлов. Что это такое? АПК файлы – это, грубо говоря, те же самые экзешники, которые есть на Windows, либо ПКД, которые есть на macOS. То есть это программа для установки приложения. Например, если мы зайдем в Play Market, то все вот эти приложения, когда мы их скачиваем, мы скачиваем именно АПК файлы, а потом эти самые АПК файлы уже устанавливаются на наш телефон. Однако Android не был бы Андроидом, если бы эти АПК файлы не научились извлекать из Play Market и вообще система свободная, то есть вас никто не ограничивает, вы можете устанавливать практически любое приложение, независимо от того, с какого оно источника, то есть с Play Market либо с какого-то другого сайта. Я, например, скачал два АПК файла – это Google Voice и Gmail. Дальше я объясню, почему именно их. Давайте для начала расскажу о том, где можно скачать АПК файлы. Я рекомендую два сайта. Первый называется APK Mirror, а второй называется Trashbox. Первый у нас принадлежит главному редактору и владельцу Android Police – это как раз таки, можно сказать, главный источник всех АПК файлов вообще в интернете. Если рассматривать разницу между APK Mirror и Trashbox, то на Trashbox иногда бывают те АПК файлы, которых нет на АПК Mirror по какой-то причине, то есть если нет что-то на АПК Mirror, то вы это обязательно найдете на Trashbox. Как видите, на главной странице есть абсолютно разные АПК файлы и написано название приложения, его версия и от какого разработчика. Давайте, например, попробуем скачать АПК файл Google приложения. Нажимаем на него. Как видим, здесь достаточно много рекламы, потому что сайту нужно как-то окупаться. И вот у нас есть такая кнопочка «See Available APK», то есть увидеть доступный АПК файл. Как видим, у нас здесь отображается доступная версия, для какой архитектуры она и минимальная версия Android. Если спустимся чуть-чуть ниже, то мы сможем найти все релизы АПК файлов. То есть когда к вам приходит какое-то обновление приложения, это как раз таки приходит тот самый АПК файл. И вот они здесь все собраны в одну кучку. Видим, что от какого числа АПК файл, то есть когда было обновление приложения. А также варианты, то есть как раз таки для разных архитектур. Давайте попробуем скачать это приложение Google, нажимаю на его вариант и переходим на страничку, где сейчас мы пропустим рекламу и видим версию Android, сколько оно весит, минимальный порог для Android, то есть видим, что если у вас Android 4.4 и KitKat, то приложение не установится, минимальное это Android 5. Также допустим написано, что поддерживается Android Auto. Спускаемся чуть-чуть ниже и можем скачать этот АПК файл. Видим, что он проверен и безопасен. Итак, наш АПК файл с приложением Google скачался, давайте посмотрим о нем информацию, как видим, как он называется и в конце расширения АПК, то есть установочный файл для Android. Сейчас это приложение Google мы не будем устанавливать на мой телефон, потому что у меня и так установлена последняя версия приложения Google, но мы рассмотрим три разных сценария для использования АПК файлов. Первый сценарий – это то, если приложение недоступно в вашей стране и что сделать. Допустим, вам нужно какое-то приложение, вы о нем знаете, но в Play Market его нельзя скачать, поэтому вы можете скачать его с АПК Mirror и потом использовать. Второй пункт, если вышло какое-то обновление приложения, но почему-то оно вам еще не пришло, либо приходит с опозданием. В общем, разные бывают причины, вы можете также скачать обновленный АПК файл и установить себе обновление. Ну, а также третий кейс использования АПК файлов самый спорный, но я должен о нем рассказать, раз я рассказываю про эту тему АПК файлов. Вот это пиратские приложения, но про пиратские приложения мы поговорим чуть попозже и мое конкретное отношение к ним, поэтому сейчас перейдем к первому пункту, что делать, если приложение недоступно в вашей стране. Итак, давайте рассмотрим первый сценарий. Как видим, я хочу скачать приложение «Telephone Hangouts», я перешел по прямой ссылке на его в Play Market, и как видим, оно пишет, что в нашей стране это приложение недоступно. Но, как я уже говорил, я его заранее скачал с АПК Mirror и давайте мы его установим. Видимо, у меня спрашивается, можно ли его установить, то да, мы его подтверждаем и устанавливаем. Если вы первый раз устанавливаете с какого-то источника, вас попросят подтвердить, что вы доверяете этому источнику. Вы нажимаете на две кнопки, даете все разрешение и можете также спокойно устанавливать приложение. Давайте мы его откроем. Итак, как видим, я зашел в это приложение. Это приложение является расширением для основного приложения Hangouts, но теперь я могу не только здесь переписываться, а также звонить. То есть я могу набирать какие-то телефонные номера, в чем прикол, насколько я знаю, это приложение можно бесплатно звонить на какие-то стационарные номера в Америке. Так, я закрыл приложение, давайте еще раз попробуем запустить, чтобы вы удостоверили, что это именно оно, вот оно, Hangouts, звонки. Нажимаю на него и сразу перехожу как раз таки в звонки и здесь уже могу кому-то звонить по моему усмотрению. Как видите, мы довольно таки успешно скачали АПК-файл и его установили, даже несмотря на то, что в нашей стране это приложение не доступно, но тем не менее нам никто не запрещает им пользоваться, если мы его спокойно скачали с какого-то специализированного сайта. Теперь давайте рассмотрим второй кейс использования АПК-файлов. АПК-файлов – это обновление приложения, где обновление на само приложение нам еще не пришло. Давайте перейдем в Play Market, проверим, есть ли у меня какие-то обновления для моего телефона. Проверяем, видим, доступных обновлений нет. Давайте зайдем в Gmail, проверим его дизайн. Как видим, здесь у нас ничего такого, старый абсолютно примитивнейший дизайн Gmail, который уже был много лет подряд. Тем не менее, вышла новость о том, что Google обновили дизайн приложения Gmail для операционной системы Android, но как видим, обновление мне еще на телефон не пришло. Но если мне срочно надо, горит, то я скачал АПК-файл, и сейчас я его установлю, и посмотрим, изменилось ли у нас приложение. Если мы устанавливаем какое-то приложение поверх нашего существующего, оно никак не изменяется, то есть это, можно сказать, просто обычное обновление. Если мы его вставим в обход Play Market, это никак абсолютно не влияет на его работу, оно будет также потом стабильно обновляться само. Давайте попробуем открыть новый Gmail, открываем. Ой, как видим, у нас новый обновленный дизайн, это я уже потом разберусь. Изменился дизайн, вот такая вот шторка с обновленным материал дизайн 2. Мы установили обновленное приложение Gmail, даже несмотря на то, что само обновление с Play Market нам еще не пришло, мы просто скачали АПК-файл и поставили обновление вручную. Давайте рассмотрим третий сценарий использования АПК-файлов. Это пиратские приложения. Я конкретный пример здесь переводить не буду, чтобы никого не провоцировать, а просто выскажу свое мнение по этому поводу и там какие-то дополнительные комментарии. Для чего нам, в принципе, могут понадобиться пиратские приложения? Пиратские приложения замещают те приложения, которые являются платными в Play Market, но по какой-то причине вы хотите его скачать и не платить разработчику денег. Давайте перейдем в лидеры платных приложений. И вот у нас есть такие хорошенькие приложения, которые из нас просят небольшие деньги, то есть 200 рублей, 150 рублей. Что такое 150 рублей? Разработчик написал приложение, допустим GPS антирадар, сделал его, выпустил, чтобы вы им пользовались, он естественно хочет за него денег, он не хочет показывать вам рекламу и просит просто заплатить один раз 150 рублей, вы ему платите и потом спокойно пользуетесь приложением, к вам приходит обновление. Но вы, естественно, также можете скачать какое-нибудь пиратское приложение с 4pd, где его выложили, либо в каком-нибудь другом месте, не в сути важно, но тем самым, что вы сделаете, вы, во-первых, не занесете денег разработчику, он не получит оплату за свою работу и тем самым, возможно, он потом просто забросит обновлять это приложение и вообще бросит все это дело. То есть пиратские приложения очень негативно влияют на экономику всех платных приложений и на их составляющую, поэтому многие, кстати, ругают Android за то, что можно скачать какое-нибудь платное приложение, которое он там стоил 100 рублей, вы его скачали с 4pd и спокойно пользуетесь, и поэтому многие так просто делают хорошее приложение именно под iOS, а на Android забивают, либо смотрят на него как на вторую очередь. Лично я не считаю зазорным купить какое-нибудь приложение, если оно вам нужно, у меня, допустим, куплено достаточно много приложений, в основном это игры, когда вот они были по скидкам, либо какие-нибудь другие приложения, допустим, микрофон, которым я пользуюсь, он стоил порядка 200 рублей, но он мне помогает работе и мне за него не впадлу заплатить. Однако есть приложения, которые хитрые, они как бы являются бесплатными, но если вы хотите какие-то платные функции, вы можете их купить. Ну ладно, если купили один раз и все, но некоторые просят вас оформлять подписку. Подписка – это на самом деле всеобщее зло, об этом говорили очень много людей, что людей просто разводят на бабки, они оформляют подписки, даже бывает не по своему желанию и тем самым потом разработчики просто сидят и курят кальянки, а бабло им течет рекой, потому что люди даже не понимают, что они бывают кому-то платят подписки. Многие вещи происходят неосознанно. И лично моя политика в данном случае о том, что если приложение хорошее, классное, я готов его купить, но если оно мне предлагает подписку, лично у меня от этого немножко бомбит и мне лучше скачать пиратское приложение, где люди уже запарились, разлочили все функции и все, я буду им пользоваться тупо из принципа, я готов купить это приложение, но платить подписку каждый месяц, условно говоря, по 60-100 рублей, я не готов, я за год-два использования заплачу оверпрайс этого приложения и оно не стоит тех денег. Как я уже сказал, вопрос в пиратских приложениях довольно-таки спорный, лично я считаю, что если вы хотите купить приложение, то его покупайте, но если оно стоит слишком дорого, допустим 1000-1500 рублей, то естественно можно скачать платно, если вы его найдете, попробуйте, и если оно вам реально пригождается, купите его, ничего плохого в этом нет, вы просто поддержите разработчиков и он будет дальше работать и получать за это деньги. Ну а подписки, конечно же, к такому формату пришли многие разработчики, я не могу их винить, это их выбор, каждый зарабатывает как может, но у всех есть свое личное мнение по этому поводу, я считаю, что если приложение можно купить один раз, его стоит купить, если вам предлагают подписку и хотят тупо развести вас на бабки, этого не стоит делать, качайте пиратские приложения, вот такое вот мое личное мнение. Ну а теперь давайте перейдем ко второму пункту из этой серии, это настройки разработчика, что это такое, как их активировать. Как активировать настройки разработчика? Нам нужно зайти в настройки, система о телефоне, я показываю на девятом анброиде, на седьмом, восьмом, на разных оболочках, это все плюс-минус выглядит одинаково, нам нужно найти номер сборки и тапнуть на него 7 раз подряд, мы тапаем на него 7 раз подряд и нам высветится сообщение, что вы стали разработчиком. Итак, обычно потом они появляются в системных настройках и, как видим, появилось для разработчиков, нажимаем сюда и что мы здесь можем найти, а здесь мы можем найти очень много всего и как, например, можно использовать настройки разработчиков, чтобы они как-то нам были полезны. Во-первых, мы можем отслеживать, какие приложения у нас едят много оперативную память, давайте посмотрим, за последние три часа видим, что операционный у нас 1 гигабайт оперативной памяти, лаунчер 120 мегабайт, клавиатура 110 и тому подобное, хром 57, потому что я им не особо пользовался. Так мы можем посмотреть, какое приложение жрет оперативку, если у нас какие-то проблемы, допустим, приложения вылетают и мы не можем понять, в чем проблема, заходите сюда и смотрим, ага, допустим, YouTube у меня сжирает 700 мегабайт оперативной памяти, так дела не должно быть, удаляете его снова устанавливаете, возможно, это решит проблему, но с YouTube, конечно же, такое вряд ли может быть, но с условным, я не знаю, каким-нибудь сторонним приложением это вполне себе может случиться. Следующая полезная настройка, которую можно найти в настройках разработчика, это отладка по USB. Что это такое, бывает, что нужно перекинуть файлы с телефона на компьютер, либо обратно и бывает, что возникают всякие ошибки, ну, такое бывает. Активируйте вот эту функцию, когда вы подключите телефон к компьютеру, вы скажите, что стоит ли доверять этому компьютеру, мы нажимаем доверять и потом проблем с передачей данных туда и обратно просто не возникнет. Следующая настройка, которую я бы хотел упомянуть, это то, как нам ускорить анимацию, либо наоборот ее заметить. Она так и называется «Анимация окон, анимация переходов и длительность анимации». Самый распространенный формат – это просто делаем анимацию 0.5 и у нас как будто бы телефон работает чуточку быстрее. Он и правда может работать немножко быстрее, потому что анимации все-таки занимать какое-то время. Бывает, что приложение прогрузилось, но вот эти анимации делают миллисекунд, и потом, когда мы запускаем приложение по 50 раз за день, оно как раз занимает у нас секунд 30 жизни. У нас это отбирает. Но тут уже на вкус каждого кто как хочет, кому больше нравится анимация 1x, кому больше нравится анимация 0.5. То есть делайте все, как вы хотите. Следующая полезная настройка, которую нужно не забыть упомянуть – это GPU ускорение. Что это такое и за что оно отвечает? Когда мы используем двухмерную графику, допустим, просто сидим вот так вот в интерфейсе приложения, открываем приложение, скроллим, все такое. Это называется двухмерная графика. И эта настройка отвечает за то, чтобы для ее прорисовки использовать графический ускоритель, а не процессор. То есть графический ускоритель будет всем этим заниматься. Мы это активируем. И в теории, на самом деле, это все увеличивает производительность. То есть у вас не будет никаких лагов, подтормаживаний. Я с этой настройкой хожу постоянно и вроде как она работает хорошо, и я на нее не жалую. В общем-то такие вот они – настройки для разработчиков. Здесь есть очень много всего. Я про все, конечно же, не буду рассказывать. Если вам интересно, можете зайти сюда и сами все это посмотреть, почитать, за что это отвечать. Может, если что-то не понимаете, попробуйте поискать в интернете. Но, опять же, слишком много здесь зависать и изменять слишком много настроек я не советую. Потому что, если вы что-то активируете не то, либо наоборот не включите, то у вас телефон может работать с ошибками. Поэтому максимум рекомендую включать отладку по USB, анимацию приложения, а также GPU ускорение. Это оптимально, что точно работает и никак не повлияет на работу ваше устройство. Остальное уже все по вашему усмотрению. Если хотите, то разберетесь, но это уже все на ваше усмотрение. Вот таким вот получился у нас этот выпуск Android Лигбез. Я рассказал, что такое ПК файлы, сценарий к использованию, для чего они нужны. А также рассмотрели настройки разработчика, как их активировать, какие есть полезные настройки, которые я могу рекомендовать их активировать. Ну а также здесь можно полазить каких-то дебрик телефона и понять, что здесь вообще можно изменять, но как я уже сказал, не рекомендую слишком с этим заигрываться. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск Android Лигбез и вы узнали что-то полезное. Если так, то не забудьте поставить палец вверх. Также, если вы впервые на этом канале, можете подписаться на канал, посмотреть другие ролики, рассказывая не только про Android, но и про какие-то железяки и все, что мне кажется интересным. В общем-то на этом все, спасибо большое, если досмотрели это видео до конца. Желаю вам хорошего настроения и отличной работы ваших устройств. Ну а я пойду, всем удачи, всем пока!